И еще одну важную интересную тему я нашла у себя в Одноклассниках, там огородники заходят, друг с другом разговаривают, и вот тут вопрос, Любовь Беднякова задала, с какой кисти берете помидор, я где-то читала, что нужно со второй, вот это легенда, миф такой ходит, что нужно с помидор только с какой-то определенной кисти брать семена, что остальные не подойдут. Ну тут Людмила Бекмаева отвечает, я даже не знаю, беру просто крепкий здоровый плод, тоже прочитала недавно, что нужно с определенных кистей, я не знаю правда это или нет, буду брать так, как и брала, красный и красивый, без всяких признаков болезней плод. И вот эта тема очень серьезная, летом в теплице, когда я сидела среди томатов, кто-то может быть смотрел, рассказывал, но так как очень много новеньких добавилось, эту тему еще раз сейчас подробно-подробно мы обсудим, все вместе вынесем на всеобщее обозрение, потому что до сих пор некоторые думают, что томаты переопыляются, что если последние кисти, то возможно они уже там не тот сорт. Все, сейчас начну объяснять про то, с каких томатов можно брать семена, потому что у меня все семена сортовые, и многие купив один раз у меня, заказав семена, хотят потом собирать свои семена. Но много сомнений и много различных вот этих, но читаются в интернете, все, сейчас будем эту тему обсудить. С вами Ольга Чарова, моя огородная азбука, сегодня 24 октября, и сегодня такая тема возникла у меня, вот про эти, про семена, она конечно и может быть не ко времени, потому что сезон только что закончился, и все заготовили свои семена. Но я сейчас рассказываю именно об этом, потому что осенью, когда идет заготовка семян, ясно, что мне некогда садиться за стол, все рассказывать, я вот как-то освещала один раз немножко, но люди, вероятно, новые, которые пришли, подзабыли. С какой кисти все-таки собирать семена томатов? Этот вопрос сейчас очень актуален, потому что, смотрите, пересуртится в магазине, зашкаливает, семена очень дорогие, покупать каждый год. Вот, я всем советую, что не нужно покупать каждый год одни и те же семена, если у вас есть немножко, хоть капелька свободного времени, купили один раз, потом собирайте свои. И так как уже многие перестроились на сбор своих семян, теперь у многих возникает вопрос, как правильно собрать-то, с какой кисти? Я уже показала, как их промывать, как их там ферментировать, с ферментацией тут сложности у многих возникли, у многих прорастают, но я сейчас эту тему огромную не буду, даже туда. Я потом объясню, что это от многих факторов тоже зависит, за ними надо следить. Я сказала, что я слежу за ними, как за детьми, три раза в день проверяю, как только вижу, что ферментация подходит к концу, сразу же промываю. Опасность прорастания семян очень велика, когда сам готовишь. Мы сейчас говорим именно о том, с какой кисти можно собрать полноценные семена. До сих пор ходит вот этот миф, что можно собирать только со второй кисти, вот с этого я и начала, что с первой они некачественные, потом с последующих уже будет другой сорт, потому что будет переопыление. Но я сейчас вам повторю еще раз, кто не слышал, вот эти сорта, не гибрида, я именно про сорта говорю, которые выращиваю я, они никогда между собой самостоятельно не переопыляются. Для того, чтобы два сорта рядом растущих переопылились, повторю еще раз, это нужно их переопылить принудительно, именно так делают гибриды, выводят. Это надо брать кисточку, надо в один цветок залезть, пошурудить там, потом в другой цветок, чтобы с одного на другой перенести. Я не думаю, что в природных условиях как-то они могут вот это сделать, что цветки соединятся, вот так переопыляться, это бывает очень редко. Если бы это явление существовало у нас в огороде, тогда у нас никогда, вот как раньше бабушки, мамы, вот это бычье сердце, я сколько помню, никогда, мы жили в деревне, никогда у нас не было садового магазина в деревне, и никогда никто каждый год не ездил в город, это было проблематично и долго, машин ни у кого не было в то время. И вот это бычье сердце из года в год собирали, 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 и оно ведь не менялось 10 лет, 20 лет. Оно те же самые сортовые характеристики показывало, потому что вот эти линейные сорта, они могут бесконечно долго передавать на генетическом уровне данные о своем сорте. И не бойтесь, будет это третья кисть, будет это четвертая кисть, будет это пятая кисть, правильно там вот сказала зрительница, главное, чтобы томат был здоровый, чтобы он был красивый, чтобы он вам нравился, и чтобы он повторял все сортовые признаки. Если у вас сердцевидный сорт, то лучше, чтобы была явно выраженная сердцевидная форма, и если на этом кустике у вас какой-то вместо сердцевидного вдруг появился круглый томатик, то лучше с него не брать семена, ну ни с какого уродливого. Нельзя семена брать с томатов с рощенных, которые из махровых цветов получаются, их тоже отметайте. Остальные все здоровые, красивые томаты, вкусные, очень хорошо идут на семена. Может быть вы даже не задумывались с этого плода брать семена, а вот пришли, начали резать, попробовали, какой же он вкусный, какой он вообще нравится вам. Быстро тут выдавили, томат съели, семена поставили в стаканчик, пусть они забродят, потом промоете. И еще про дохленькие, про всякие меленькие. Смотрите, у меня спрашивают, откуда вы берете изначально эти сорта? Ну не сама же я их вывожу, конечно, я не придумываю новые сорта, нет. Я покупаю первый раз в магазине, и какие бы ни были плохие, вот бывает там и черные заплесневелые попадают, бывает иногда суценки беру на развод. Я посею, например, 10 семян, мне достаточно, чтобы 2, 3 или даже 1 взошло, и пусть эта растенница будет слабенькая, оно будет не такое толстое, как должно быть. Его, к нему нужен будет повышенный уход, и оно, ну как есть такое, чахлое, вот такое вот. Ну слабое семя, какое семя, такое племя, не важно. Можно с него тоже взять с помидорки, главное, чтобы оно, например, если по описанию оранжевое, чтобы оно было оранжевое. Если форма грушевидная, то она должна быть грушевидная. И пусть она будет такая замученная, маленькая, с нее нужно взять семя свое, и на будущий год посеять еще раз. Так вот, посеянная второй раз уже из своего семени, это будет у вас прекрасный томат, который повторит все изначально заложенные природой качества со своего семени. У вас, во-первых, эта семечка будет намного лучше, чем то магазинное. У вас будет сильнее растение. И еще одно, вот продохлое и сказала, можно сдохлое с чахло, главное, чтобы это был сортовой томат, все. И еще одно, можно приспособить к своему климату любой сорт 2-3 года, 2-3 посева, испытания, адаптации, и у вас будет растение, которое будет способно жить в вашем климате. Я уже рассказывала, я дыни привезенные вот с Узбекистана покупала просто, ну вот, как торговые там палатки, развалы. Она высевала первый год, и потом через год она уже успевала даже эта дынька вызревать у меня в сибирском регионе, потому что растение перестраивается. Оно вот, если холодно, все уже, оно следующее, ну как я понимаю, что следующему поколению оно уже заложено информация, что осторожно, будет холодно, готовься. И так же, как томаты, если вы взяли, например, томат, который предназначен для каких-то для южных регионов, все равно можно пробовать, высаживать, адаптировать, брать свои семена, потом еще раз высаживать. И поверьте, через 3 года этот будет точно ваш такой, ну как в данном случае мой, сибирячок, который и вызреет, и в открытом грунте. У меня много томатов, которые написаны в описании, что только для выращивания в теплицах, ну в средней полосе России, или на юге в открытом грунте. Все у меня они растут в открытом грунте, все они у меня успевают вызревать. Главное получать свои семена, выращивать здоровую крепкую рассаду, и тогда будет хороший урожай. С какой кисти брать, это не важно. С первой, со второй, с третьей, четвертой, пятой и даже шестой. Главное, чтобы куст был здоров, томат тоже, чтобы был здоров, и чтобы он вам нравился, чтобы он был красив, чтобы он был похож на тот сорт, который вы хотите вывести. Все, до свидания. Собирать свои семена, это очень здорово, это экономит семейный бюджет, во-первых. А во-вторых, вы не привязаны, вы автоматически занимаетесь своим огородом, вы не привязаны к садовым магазинам, и они вам скоро будут не нужны.